Официальная медицина, 52 года, когда мне было, она приговорила меня к практике смерти. Никто ничего не мог сделать. И я под расписку выписался фактически, вот как этот пациент, умирать. Я военный. У нас третье главное управление имело адрес на Черном море. Это был март месяц. Мне дали путевку, туда привезли, ходить я почти уже не мог. У меня мерцательная ритмия была, кровяное давление зашкаливало, гангрена начала этой ноги, тромбофлебит сильнейший, операцию делать нельзя. И врачи расписались без силия. Я сказал, выписывайте. Я туда приехал. Зима. На бережку лед. Я достал веревку, привязал там дерево метров тридцать. И все спят утром. Я выползал буквально к морю. Нырял, плавал, по веревке вылезал, укутывался. Шканды был в палату. Дали там тридцать метров от берега. Один, двадцать четыре дня я попросил еще. И почти полтора этих месяца я там был. Уже тут тепло стало. Уже там леприптический. И я с ними уже в апреле месяц уже плавать. Льда уже не было. И после этого я ни разу к врачам не обращался. Все люди, врачи высшей квалификации стояли возле моей постели. Все умерли. Я ничего не делал. Я начал заниматься вот этой народной медициной. Искать пути. Откуда же болезнь возникла? Желудочный, кишечный тракт. Подручными способами, что там чего. Ну, перекись водорода. Ну, что это? Пять рублей стоит. Но там атомарный кислород. Вот сейчас говорили, пугали грипп. Первая программа телевидения. Когда свинячий, это порочачий грипп появился, еще у нас не было. Мне задали первая программа телевидения. Иван Павлович, что вы можете сказать о грядущем вот этом свинном, этом вирусном гриппе? Я говорю, это кому-то нужно. Да нету этого гриппа. Это к оболваню, это дурачивает людей. Кому-то нужны деньги на создание какой-то вакцины. Вы возьмите перекись, капайте в нос, да еще шприцом. Не трехпроцентный. А разведите четверть стакана воды. Туда капните 15-20 трехпроцентные перекиси. Берете шприц в один нос, ноздрю, во вторую утром, вечером. У всех грипп будет, у вас его не будет. Атомарный кислород убивает любых паразитов, которые мешают жить. Вирусы, гриппки, микробы, глистноинвазия, онкоклетки. Все убивает. А нормальные клетки расцветают, живут. И вот этот опыт, который позволит мне сегодня для врачей особенно сделать вывод. Есть два типа больных. Человек живет, работает, вдруг звоночек покололо. Ой, поболело. Полежу. Утром встала нормально, пошла на работу. Проходит полмесяца, месяц. Этот звоночек сильнее. О, побаливает голова, печень, почки, где-то сердце закололо. Берет, дайте мне сердечно, дают, без рецепта. И, кстати, сегодня то, что творит у нас в России, это преступление. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения выездную сессию делала у нас. Один из существенных докладов. Антибиотик вызывает заболевание, которое сегодня вылечить никто из медиков не может. Во всех странах запрещено без рецепта выдавать эти лекарства. У нас в России покупать все, что хочешь. Ну, как это называется? Ну, ладно. Вот эти звоночки. Потом они сильнее. Вы уже идете к врачам, уже назначают с учетом ее знания. Уже болезнь еще. Вечером полуинфаркт сердца забрали в больницу. Уже больной. Это называется уже хроник. Это уже привязанный к медицине больной. Потому что я на всех уровнях заявляю официально, врач, что гипертонии такой болезни нет. А есть у нас бакулевский сердечно-сосудистый, есть Чазовский центр, который лечит так называемую болезнь гипертонии. Ну, вы представляете? Ну, наглость. Врач, так же, как получил образование, как они, заявляет, что такой болезни нет. Но здесь, вот в этом маленьком центре в Кирове, за три недели кровяное давление становится нормальным. Лекарства все выбрасываются. Гипертонии нет. Нету. Я нашел причину. А теперь второй тип больных. Люди увлеченные, страстные, работать любят. У них все там, ну, крутится в руках. То, что он замыслил, получает. На эти звоночки он не обращает внимания. И что получается? У нас в организме есть резервная система. МЧС, КГБ, НКБ, все что угодно. Своя лаборатория. Стволовых клеток у нас немерено. И вот теперь вот эти резервы там работают. Вечером мы легли, они там включают все свои грязь, выбрасывают, восстанавливают. У него пока работает на пределе, пока эти резервы работают. Они 80 раз превышают любые патологии. И вот сегодня он ушел с работой. До свидания, до завтра. Намечил нам совещание. А утром не пришел на работу. Спрашивают, Иван Иванович, где? Нету. Куда нет? Работа тут. Он попал в больницу. Хорошо, если попал. Помер. Почему? У него резервы вот эти все уже исчерпаны. Их нет. Работал он на одном пределе. Ну, как называется, на одном дыхании. И умер человек. А вот сейчас вот, 40, 45, 50 лет. Мужики. Они же должны карьбельцы быть. А там заставляют по 12-15 часов работать. Профсоюза нет. Выжимают из них все, что угодно. И этот трудоголик работает. 40, 50, вот до 50 лет сейчас инфаркты и инсульты. Посмотрите статистику. Я после 40 лет ни одного не видел человека здорового. С моей точки зрения. Фильтр, печень забилась грязью. Почему? Вот представьте. Вы тоже технари. Конвейер работает у нас. Вот это дробильный цех. Вы должны пищу, которая попала сюда, раздробить, чтобы вы не глотали, а пили эту пищу, прослюнявить ее, чтобы температура была такая же, как тело. И она льется. А в это время компьютер смотрит тарелки, у вас мясо, каша там будет, хлеб, закусь какая-то. Для того, чтобы мясо там разложить, разъесть, нужна соляная кислота покрепче. Для каши помельче, для хлеба поменьше. Вы поели, ой, как вкусно приготовили эти кулинары, чай, кофе, конечно, вы пьете. Вы разбавили желудочный сок, пищеварительные соки и концентрации, их не хватает переварить мясо. И мясо начинает гнить. Ну, можете мне поверить. Я хирург. Когда вскрываешь, вонь такая там стоит. В туалет, когда нельзя мужской зайти или женский там, это все мясо не переработанное. Но за это отдувается печень. Всю эту мразь, всю эту грязь, печень. Первый фильтр. И он засоряется. У взрослого человека 8-12, в среднем 10, это норма. До 15 звоночков нет. 15-20 появляются звонки. 15-20, 25 уже человек идет к врачам. 25-30, это мой опыт, это уже операции. Ближе к 30, после 30 онкология 100%. Оказывается, в этой грязи вся патогенная микрофлора, там ее хлебом не кормят, это рай для них. Они начинают мутировать, они начинают размножаться, изменяют свою программу, по которой они работают и приобретают злокачественный образ. Если вы хоть один глоток делаете, пьете во время еды, после еды, вы никогда здоровы не будете. И рано или поздно возникают вот эти шлаки, которые засоряют организм, медленно каплются до определенной степени, все хана. Никто вам помочь не может. Ни один врач это не учитывает. Второе, вопрос в отношении дыхания. С помощью дыхания у меня есть книжка «Резервная возможность организма. Дыхание, сознание». С помощью дыхания можно лечить очень многие заболевания. Там нужно знать соотношение углекислоты и кислорода. Раньше давали специальные мешки, слишком плохо давали дышать вот этим кислородом. Это все убыстряли процесс умертвления этого человека. Ему не надо дышать. Дышать нужно так, вот чуть-чуть вдохнули и медленно-медленно выдыхать. Вдох к выдоху должен быть один к десяти, пятнадцать, тридцати. Вы должны научиться за один раз не дышать или вот так выдыхать. Лучше всего вдох, выдохнули и не дышать одну минуту за один раз. Но в сутки минимум тридцать минут или один час. Сидите, совещание, собрание, надоело слушать одно и то же. Вдохнули, выдохнули и не дышите. Вы задерживаете дыхание и накапливается углекислота, должна быть шесть, шесть с половиной. А кислородов клеток всего четыре. Когда вы начинаете пыхтеть, кислороды туда накапливаете, углекислота выдавливаете, обморок, обморок, боли и все прочее. А я всего рекомендую. Вот мешочек, который хлеб продают, знаете, маленький такой, вот копейки там стоит. Вы берете этот мешочек, вот сюда и под нос, зажимаете края и начинаете дышать в мешочек и выдыхать, вдыхать из мешочка. Две минуты, не больше, вы восстанавливаете углекислоту, а у вас инфаркт должен быть, у вас суставы забыли, и через две минуты боль прошла. Кто об этом знает? Никого это не интересует. Следующее. Если вам врачи поставили диагноз, вас никто вылечить не может. Слово болезнь вызывает мощнейшую негативную реакцию. Вы ищите врача, а где их хороших? Их нет. Вы ищите лекарства, бегаете, платите деньги, да не вылечит вас ни от них. Болезней нет. Я на всех уровнях утверждаю. Вот в прошлом году или позапрошлом вышла газета «Аргументы и факты», и корреспондент вывез сверху. Рака и СПИДа нет, заявил профессор Немуак. На суд меня никто не позвал. Я-то прав. Состояние есть, но болезней нет. С вирусами надо дружить. Без вируса мы жить не можем. Вирус это такой же человек. У них ДНК, свои хромосомы. Все такое же. Только разница там в вибрации, там в цепочке в этой. Все то же самое. Все хотят жить. И те паразиты, которые у нас, или вирусы живут, они должны знать, кто у них хозяин. А от этого хозяина, от сознания зависит все остальное. И даже онкологи знают, выписывают и говорят, ну все, помер, 2-3 недели, вот вам обезболивающие. У меня очень много людей, которые после этого уезжали в Сибирь, в кедровые рощи, там речка, ловили рыбу, ходили, все ели то, что там есть. Через 3-4 месяца приезжали, метастаза нет, рака нет. Почему? А там озон, там воздух один питает. И он наплевал на все, купался в этой проруби, проблем и нет. Но ведь врачи-то многие об этом знают, но не задумывались, а почему это произошло. Я же вам говорю, что можно с помощью сознания восстановить орган, который сегодня вырезали. Посмотрите на сайте. Я же не убеждаю вас. Но я свидетель, я сам участник этого процесса. Ведь нам это не надо. Мы хотим, чтобы медицина взяла, а Академия наук со всеми академиками считает, что это мракобесие. Но сами академики, посмотрите, кибернетика родилась у нас. У нас считалось, что это буржуинские происки, это мракобесие. Иммунитет создали у нас. Потом он пришел к нам, но мы опоздали на 15-20 лет. Радио мы же создали, кто-то придумал. Телевидение в России. И эта Академия, вот сегодня нанотехнология. Это страшно. Да, ее нужно, но то, что нанотехнология превращается в искусственный фактор питания, дыхания, жизни, все прочее. Это же страшно. Вот вам мобильные. Это же страшно, что творится. Особенно дети. У них мозги в воде плавают. И сейчас очень много появляется. Дети, опухоли мозга, нервная система, глаза, уши через 3-5 лет. Почему? В Японии до 10 лет нельзя детям использовать эти самые мобильники. Потому что они знают, что это все уже травмы. Это психически нормальный нервный наворотик в будущем. Вода. Без воды мы жить не можем. Особенно с возрастом люди просто перестают пить воду. И говорят, я не хочу. Ну, не хочет. Но вода, это в детстве, это 90 почти больше. Потом уменьшается. Взрослые это 70-75%. В старости даже доходит до 50-60. Но без воды нет электричества. Это тот же водопад. У нас клетка. Там тысячи митохондрий, там альные электростанции, которые должны работать только в воде. Она грязная. Как я вам говорил, за счет зашакованности. И вода, вот сейчас уже я всем надоел. Сейчас все говорят, врачи, пейте воду. Но никто не говорит, какую воду. Вода, это мощная энергосистема. Если вода, это кофе, это чай, это различие напитки, она уже связанная вода. Она не работает. Чистую воду, да? Да, организм должен эту воду освободить от этих населения. И только чистая вода проходит в клетку. Все. И поэтому нужно пить летом, вернее зимой, минимум полтора летом, два литра воды. Мы выделяем минимум полторы. Нужно компенсировать. И пить воду до еды за 10-15 минут. Во время еды ни одного глотка. После еды, если мясо уж вы съели, это минимум два часа. После каши там где-то там полтора. Но если вы хоть один глоток сделали, вы разбавили соляную кислоту, пищеварительные соки, пища не переварится. Все деньги, которые вы потратили, все уходят туда. То есть разделять пищу и воду? Конечно. В промежутке между едой пейте сколько хотите кушать, пейте воду. Вот некоторые говорят, я не могу пить воду, вернее хочу кушать. Вам не кушать надо, вам нужно пить воду. Это пища номер один. Вода лежит в основе любого биохимического процесса. Причем чистая вода. Некоторые говорят, а где взять с водопровода грязное? Вы берете вечером банку, она хлор... Утром осадок вы сливаете, осадок выливаете, и эту воду вы кипятите. До того состояния, до так называемого эффекта белого ключа. Она еще не кипит, но пузыречки идут. Эту воду закрыть, быстро остудить. Эта вода становится структурированной. Талая вода, та, которая нужна клетке. Только она в пределах трех часов. Вы выпили, пейте сколько хотите, вот первое там, и утром, и до обеда эту воду. Считайте, вы уже делаете настолько благо делать за клетки, что она просто, ну, оздоравливается, что ли, с помощью этой воды. Вечером делайте то же самое. Так, ну это вот четыре постулата, да? Это главное. А теперь движение. Без движения ничего нет. Все должно работать. Это я уже не говорю прогулки. Если даже прогулок нет. Это вот эти приседания, которые я предлагаю уже 10-15 лет. Но никто на это не обращает внимания. Это вы говорили уже, сейчас можно записать. Да, я вам покажу, сейчас будем гулять, как это делается. И теперь вопрос в отношении любой. Ну, если есть возможность там купаться, это бассейн, это, само собой, это природа. И вопрос в отношении этих движений утром. Ходить на ягодцах. То, на чем мы сидим, это наше болото. Но самое главное, в одной из них написал, что это самая важная часть нашего организма. Все начинается там, и там кончается. Там у нас минус, там у нас атомный реактор. И поэтому все должно там работать. Оттуда растут ноги. Там этот позвоночник залипает. Вот я вам показывал. Больно. Через 2-3 минуты я снял эту боль. Но он же ничего не делает. Но я за него делать не буду. Ну, понятно. И поэтому и движение. Естественно, и чем больше, ближе к природе. И последний постулат, что в отношении мяса. Мясо – это тяжелый продукт, это мертвый продукт. На Кавказе умно поступают. Приезжает гость, режут бараны, свежее мясо. И очень много травы. Очень умный. У нас такого мяса нет. Замораживает, размораживает. Это труп. Его перерабатывать очень трудно организму. Много идет энергии. А энергия должна жить, любить, работать, мозги, чтобы работать. А там переваривается. И тем более на фоне вот этой разбавленной пищеварительных соков. Если человек заболел, мясо категорически запрещено. Закисляет среду, кислая становится. А это как раз рассадник для всей патологии. И вот поэтому с возрастом нужно переходить на природный режим. Чем больше растительной пищи, там есть витамины, микро-макроэлементы, фитогормоны. Все там есть. Я спрашиваю, вы корову видели? Видел. Она читать умеет? Нет. Детю соблюдают? Нет. Ну, у него же рога копыта есть, молоко есть, мясо. У нас все есть. Почему? Вы забыли закон природы. Но закон природы гласит, три четверти щелочи, одна четверть мяса, кислые продукты. Это иногда нужно. Откуда взять? Ну, та же рыба. Вон, японцы, рыбу едят. На севере, там, строконину, сырое мясо едят. И там рыбы много едят. Видите, живут нормально, своеобразной продажем жизнь. Так все дело в том, сейчас новая книжка выйдет. Я оправдываю немножко мясо. Вот все, ласю, они же заброшены, они никому не нужны. Но там курочка бегает, свинья есть, корова есть. А что им делать, если мясо не ест? Книга будет называться так. Пилюля от животного мира. Как правильно есть мясо, чтобы оно не так вредило? Это будет книга, в конце года выйдет. И просто вот это нужно знать. И для того, чтобы вот эта природа была у вас, чтобы вы брали все витамины, все гормоны, все аминокислоты, ну, добавьте там еще орешки. Самые различные. Семечки, тыквенные орехи, грецкие, какие угодно. Там есть аминокислоты. И все там есть. И не надо дрожать, что я без мяса не могу. А женщины, наоборот, хотят. Мужик, бабушка, мама сказала, мужика, корми мясом. Все. Они же на 7-10 лет меньше живут. Так женщины же способствуют тому, что этот мужик умирает раньше. Не надо этого делать. Вам, Павлович, возвращаемся к центру, к этому. Все-таки методика здесь вот голодания и коктейли. Это физиологическое голодание. Это не голодание в полном смысле. Мы останавливаем кишечник работать. Ну, вот как будто вы уезжаете с дачи и на автономное питание останавливаете минимум, чтобы обогревалось там. Вот это мы делаем. Но отличие от тех центров, которые есть и в России, и другие, там клизмы ставят. Клизматроны так называемые. Это гидроколонотерапия. По одному ведру воду качают. Я сам был сторонник, но я отказался. Этого нельзя делать. Очищает только толстый кишечник. А тонкий и печень, и все остается грязными. А здесь мы промываем все через рот. Потому что вот эти клизмы, это, во-первых, неэстетично. Лезут трубой куда-то чего-то. Это неэтично. Вымывают все, что только можно. А мы ничего не вымываем. Мы с помощью вот этой очистки убираем только патологию. А живая, там за эти дисбактериоз снимается, это снимается. И мы все восстанавливаем. Это отличие от всего того, что делают сегодня в стране. Эти приборы, которые узаконены, бедрами там прочищают, деньги громадные берут. Мракобесия, простите. Я был 10 лет назад, помогал. Даже эти в Ленинграде выпускают эти приборы. За границей нельзя этого делать. И мы без клизм, без ничего, тихой сапой очищаем. Но и печень, в том числе, поджелудочную железу, почки и кровь. Без клизм, без ничего. Если клизму мы тут делаем, только там, в этом самом, ведь женские, мужские органы. И вот там мы специально методику, это то, что я придумал и нигде нету, мы все это делаем. И если пришли и проблемы там, через три недели проблемы там исчезают. Вот это особенность вот этих центров. У меня в Москве при центре гражданской авиации, это мощнейший центр, почти тысячи коек, у меня там был стационар, и я думал, что там я внедрю, но я поперек лодки стою официальной медицины, они сделали все, чтобы меня оттуда уничтожить. Я обратился к Лужкову, он мне дал помещение, поликлиника была, но центр, и мы там за неделю, мы вылечивали всю власть, которые и мэрии, и министров, и жены, и не только их жен, и мы за неделю справились. Но там была вот эта очистка. А потом я понял, не надо этого делать. И мы сегодня, в момент вот этого голодания проводим специальную систему, что человек даже не испытывает желание покушать. Не испытывает. Но ведь, вы просчитаете заключение, и там вот женщины вчера, вот они приходили сюда, чтобы я их посмотрел, она пришла сюда 180 на 120 с гостью лекарств. Это уже почистила качественная гипертония, она не лечится. И здесь ее лечили 8, больше 10 лет на лекарствах. Через 3 недели, вчера померил, 130 на 75 на 80. Лекарств никаких нет. Прошло 2 месяца, это первый заезд она была. Я же ничего не придумаю. Это результат, который здесь уже у вас, в Кирове. Что в Госдуме там был, мне нужно было, я туда проник, чтобы не было войти, вот, чтобы народная медицина, да, чтобы она никуда не исчезла, была там. Там Голиков, этот министр здравозахоронения, а не здравоохранения, она хотела выбросить медицину. И вот Олег Дарьянович помог это сделать, ну и помог там Грызлов. Я вышел на уровень Грызлова. Мы ему помогли то, что никто в России не мог ему помочь. И его семье. Я уже мог входить к нему как угодно, что угодно. И он создал условие, что я был включен вместе с президентом нашей ассоциации народных селителей в состав комиссии по подготовлению этого закона. И поэтому Олегу Дарьяновичу, вот он предложил и создать центр здесь. Я с удовольствием, я знаю, что это человек печется о людях, человек печется о как можно больше сделать добра. И я сказал, я помогу, поэтому я здесь. Вот, честно говоря, я в жизни встречаюсь вот с такими людьми, потому что я сам. Я стараюсь отдать все, что только можно. Не задумываясь. И вдруг мне потом возвращается сторица все это. И все это работает взаимоотношение как части Вселенной. Человек не успел отдать, а он каким-то образом получает. Человек, чем больше хапает, чем больше ворует, все прочее, все, рано или поздно он все потеряет. Он же живет в страхе, что он потеряет, что там где-то чего-то охраны, но его все равно убьют. Что вы делаете? Живите с чистыми помыслами, и то, что вы можете в жизни отдать, отдайте. Вам все равно воздастся. Не сегодня, не завтра. И самое главное, это настрой на позитив. Если вы чего-то боитесь, в чем-то не уверены, а где-то чего-то там, где-то зависть какая-то порвает, это в первую очередь вы делаете плохо для себя. Энергия отрицательная работает против вас. Вот поэтому надо в этом плане, ну, на позитив себя настроить. И больных мы здесь учим. Если вы пришли, чтобы мы вам помогли, да мы вам не поможем. Только вы и мы вместе. А болезнь уберем. Но только вы будете делать то, что мы вам говорим. Это тоже один из постулатов. И меня Олег Дарьянович купил именно вот своей вот этим отношением. Хотя он такой, ой, или хотя он там где-то чего-то, но внутреннее, вот это ядро, у него довольно в этом плане вот свойственно для русского человека, который, ну, пытается сделать. Ну, вот садоводы. Ну, плохой человек ведь не может выращивать цветы. Он, наоборот, их срывает, продает там, все, что угодно. Это лишний раз характеризует о том, ну, как там внутри у него. Хотя внешне, может, там он и проявит где-то и характер, где-то что-то делать. Так же, как я. Я говорю, что я делаю добро, а вот Малышева, доктор, профессор Нук, называет народную медицину со мной мракобесием. Но я-то могу сейчас точно доказать, если она, она знает мой телефон, знает меня. Если будем мы с ней разговаривать, я за пять минут докажу, что это безграмотный человек, который пытается учить людей на грани фола. Говорит умные слова, но она не договорит то, что я знаю, то, что я говорю, то, что я проповедую. Обращайтесь к врачам. Вот этот умный, о, какой он, да он там все делает. А для меня сегодня врачи, извините, они выполняют волю того, кто их научил продавать лекарства. И все эти приборы, аппараты, зачем они? Вы же вот держите вот эту штуку, но этому нужно научиться. Я три раза умирал, и третий раз меня оставили жить, выполнять свои митчи, и после этого я стал вот это считывать. Информация там, никакого чуда нет. Я сейчас вам покажу этот вот журнал, что Иван чудотворец. Умение, но мы можем научить этому. У меня врачи, если они этого не знают, и ридодиагностику, у меня работать они не имеют права. Если человек у меня заболел, я его увольняю, мне не нужен больной. Вы пройдите школу, восстановите все, тогда я буду с вами работать. Но это справедливо. Ко мне приходит гипертоник, там что вот, сама красная, и говорю, простите, а как давление? Ну, у меня это, вот сейчас я буду укрыть. Извините, я работать не возьму вас. Я врач первой категории, идите, идите с этой категории. Вы мне не нужны, потому что врач не имеет права болеть. Как он может лечить гипертоника, когда сам умирает 40 лет от гипертонии? Ну, это же нонсенс. Но я-то умею это сделать. Они не хотят, они не умеют, потому что им нужно продавать лекарства. Им нужно этих больных держать на этом пойле, который само является отравляющим веществом. Вот во многих книгах я утверждаю, что сердца здесь нет. Но у официальной медицины специалистов по сердцу, по крови носа сосудов, 10 специалистов. Вы представляете? Ну, с одной стороны наглость, конечно. Но я ведь утверждаю правильно, это мотор по перекачке жидкости. А у этого мотора есть больше 500, называется мышцы. И мышцы должны работать как насосы. А у нас основной насос находится от пупка и ниже. И руки то же самое. Очень у многих получается так. Кровь туда приходит, ну, 100 грамм. Оттуда только может подать 90. А 10 остается. И начинаются отеки, тромбофлебиты, неприятности, боли в ногах и все прочее. Отчего мышцы перестали работать? Хадят мало, нас возят, мы сидим, и мы не работаем. Человек, который будет выполнять вот это упражнение, а у меня бывали, после двух инфарктов врачи предупреждали, если еще один инфаркт будет, все, каюк. Сегодня по 5-10 лет живут, инфаркта нет, инсульта нет, проблемы с ногами нет, кровяное давление, как у космонавта. Посмотрите, что надо делать всем. Во-первых, это безопасно. Обязательно на уровне пупка, стали, вытянули руки, на прямой ноге, ноги все время должны, голень вот, нет, только за счет коленей. И вы начинаете, во-первых, держитесь. Безопасность. У женщин, коксартрозы в старости, вы начинаете разрабатывать суставы, здесь и там. В начале не нужно так приседать, надо вот так, понемножку, по 10-15 сантиметров, и только через 1-2 месяца можно уже садиться туда. И поднимаетесь. Во-первых, тренируются мышцы спины, тренируются мышцы живота. Все время руки вытянуты. Ноги вот так не уходят, вот так только. И вы все это делаете. Руки все время вытянуты. Устали? Отдохнули, старенький. Походили опять. Через 2-3 месяца человек должен приседать минимум 100 раз. В общей сложности у меня больные пенсионеры приседают по 300-400 раз. Через 2-3 месяца кровяное давление нормальное. С сердца мы сняли все нагрузки. Работают насосы. И сердце выполняет свою миссию. Работает как ресивер. Перекачка. Пришло, ушло. Что такое гипертрофия левого желудочка? То есть, сердце, вот когда зашлакованное, ведь кровь, она сгущается от грязи. И сердце нужно эту кровь прокачать. И сколько она силы тратит на то, чтобы продавить эту кровь и чтобы поднять оттуда. Горизонтальное положение, экстрасистола, мерцательный ритмий, все что-то. Все уходит. Но только нужно заниматься. Вот Борис Ефимов, это из Кукромиксы, которому без недели было 108 лет, за неделю до смерти присяг вот так сто раз. А вечером там был внук, попили они чай, говорит, я немножко там, предустал, прилягу. Вечером лег, а утром три часа уже не проснулся. Это, вы же представляете, активность до последних дней. И за неделю вот так сто раз потихонечку он присел. Следующее. Есть скандинавская такая ходьба. Она заключается в том, что это своеобразные лыжные палки. Там специально есть эти самые, они регулируются по высоте, за рубежом уже, днем или ночью ходят. Это не играет роли. И вы ходите на этих палках, как будто с лыжами. Для пожилого возраста это подпорка. Работают мышцы, работает позвоночник, работают ноги. И если что, устали, облокотились, отдохнули и пошли опять. Ну что это, трудно сделать? Возьмите обычные лыжные палки. Не обращайте на то, что там будут говорить, о, там, со сдвигом по фазе. Это не сдвиг по фазе. А вы работаете себе, зарабатываете здоровье. И все это элементарно просто. Но это люди должны знать, потому что это их здоровье, их машина. Они хотят жить подольше, причем активно. И, кстати, вот это упражнение, оно вырабатывает следующее. Допустим, вы идете в магазин, на даче, вы вот так наклоняетесь и поднимаете бедра. В старости, ну, в возрасте, позвонки плохо начинают работать. Грыжи образуются расплюнуть. Шморля называется. И человек, у вас там выпало это. И человек, который вот так поднимает, он может присесть и больше не встать. Все. Он должен приседать. Вот это вырабатывает на автомате, если ведра, то он, приседая, поднимает, как штанги с прямой спиной. Не вот так, а вот так. Что это? Трудно воспитать? Нет. Больше двух-трех килограмм только нужно приседать, вот так, как я вам сказал. Другого пути нет. Грыжи нет, ничего нет. Тренировка спины, мышц и живота в том числе. Ну, вот это то самое простое, что человек должен знать. В книгах моих, их все-таки 60 книг. Толстых вот таких 12, где физиология, там же ничего не придумано. Это физиология, как должен человек жить и работать. И поэтому все, может быть, купить не нужно. Но ведь в последних книгах особенно биоэнергетическая сущность, вот тот же Валидов из Уфы и в том числе Розенбаат, это один из подвижек Королёва, они математически, научно доказали существование силы, которая управляет всем. Будь то Аллах, Магомед, будь то там Иисус Христос, это не играет роли. Единая сила. Другой у нас нет. И вот с ней нужно жить в ладу. И в том числе в этой книге написано, где этот находится Бог и что же делать человеку. Потому что есть религия, когда они пять раз делают намаз, а вечером говорят, это иноверец, иди убивай, попадешь в рай. Ну какая же это религия? Хвойные деревья, они вырабатывают, это мощный запас кислорода. Вот как раз того атомарного. А если тут, не дай Бог, гроза пройдет, но не дай Бог, а хорошо. А зона образуется здесь несколько раз больше, чем среди других деревьев. Почему они живут очень долго? Да потому что это настолько корневая система мощная, и эти деревья, они несут очень много вот этих фитонцидов, вот этого, ну, флюидов, что ли, без которых нам просто жить трудно. Почему человек тут отдыхает, он дышит, он это все впитывает, это основа нашей жизни. А это как раз тут навалом, в отличие от других даже лесов. А уж не дай Бог, если тут были еще несколько кедров, там вообще стерильная обстановка, ни один комар, ни одна зараза там не растет, там чистейший воздух. Здесь, ну, я не знаю, как тут, говорят, тут комары есть, или что-то нету? Нету, мало очень, мало. Да, вот это все способствует вот этот воздух, потому что они, чем больше пакостей, тем больше эти комары, чем чище, тем их нету. Они умные, умные с точки зрения, они знают, что боятся, что не боятся. Уже к 10 годам уже дети больные, к сожалению. Все, что делается в СМИ, телевидениях, это же только, не только развал, это уничтожение вот той поросли, которая должна делать жизнь дальнейшим. Они, к сожалению, сегодня только материализованные, они, духовная и нравственная страна, полностью выключены. А без этого страны не может быть. И, к сожалению, на всех уровнях эта вот система нравственности и морали вна выхолечена. И власть имущей структуры даже не заикается о том, что творится, и что не пытается что-то сделать. Но это же неправильно. Это как раз тот разлатый распад страны изнутри. Я это называю, это фактически генофонд, уничтожение генофонда России. Это уже очень серьезно, но это проблема. И я, как врач, который прожил не очень простую жизнь, это заявляю во всеуслышание. Это мое видение. Я мог ошибаться, но это мое высказывание, но подтверждается мнением десяток, сотни людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...